Воспользоваться принципами герминевтики И, скорее всего, в результате нашего обсуждения решен не будет, поэтому, конечно, смысл нашего упражнения не в том, чтобы решить раз и навсегда этот вопрос, скорее смысл нашего упражнения в том, чтобы научиться обсуждать вопрос, даже спорить по данному вопросу, а спокойно спорить так, чтобы этот спор действительно нас созидал, а не порождал распри. Это будет вопрос о языках. Сразу вас предупреждаю, что вопрос этот очень эмоциональный. Да нет, вопросы, конечно, все нормальные, они не бывают эмоциональными или неэмоциональными. Проблема в том, что мы, обсуждая подобные вопросы, становимся эмоциональными. И по этой причине, перед тем, как мы начнем обсуждать этот вопрос, мы закладываем некоторые правила игры, некоторые правила цивилизованного общения. Правило номер один. Не допускайте повышения голоса, не повышайте голос. Причем голос можно повысить по-разному. Можно кричать, а можно говорить так тихо и зловеще, что мурашки побегут у слушателей. Это тоже считается повышением голоса. Постарайтесь обсуждать этот вопрос насколько возможно в отрыве от эмоций. Более того, если эти эмоции начнут проявляться, я моментально останавливаю это обсуждение. Если понадобится, самых эмоциональных мы просто выведем отсюда, из аудитории. Правда, боюсь, что тогда обсуждать окажется некому, потому что часто именно эмоциональность с обсуждением пересекается. Второе. Да будет выслушана и другая сторона. Дайте возможность высказываться представителям разных сторон, разных взглядов. Я буду что-то такое говорить, буду, может быть, противоречить или не буду противоречить, но у каждого из вас будет возможность высказываться. Если только, правда, высказывающийся начинает кричать или начинает поднимать голос, возможность высказаться у него отберется, потому что, повышая голос, он не вносит свой вклад в обсуждение вопроса. Третье. Без наездов. Значит, слушайте, мы обсуждаем конкретные библейские фрагменты, мы не обсуждаем конкретные церкви, мы не обсуждаем конкретных служителей. Разговоры типа «У вас там у баптистов люди на проповеди спят» не имеют никакого отношения к обсуждаемому вопросу. Разговоры типа «Сандея дала же еретик» во-первых, не верны с точки зрения значения слова «еретик», а во-вторых, не имеют никакого отношения к обсуждаемому вопросу. Мы с вами говорим только о конкретных библейских стихах, о конкретных библейских фрагментах. И последнее. Не начинайте свои фразы с реакции слов «Что же, тогда получается, что можно там то-то, то-то», «Тогда получается, что все должны делать то-то, то-то», если это не следует из содержания стиха. Не говорите... То есть, опять-таки, это попытка воздержаться от эмоциональных высказываний, от эмоциональной реакции. Получается то-то и то-то. Да, если он следует из стиха, то вы можете поставить такой вопрос. Если вы хотите просто поднять насмех человека, который высказал некое убеждение, то такого ставить не надо. И четвертое, кстати говоря, юмор хорош, но при обсуждении сложных вопросов и противоречивых вопросов юмор может быть достаточно вреден. Юмор хорош, но нельзя поднимать своего оппонента на смех. Можно еще добавить, еще одно такое правило здесь. Говорите о Священном Писании, но ни в коем случае не меряйтесь авторитетами. Даже пастор Мак-Артур сказал то-то, то-то. Нет, даже другой пастор сказал то-то, то-то. А Мак-Артур круче. Нет, тот круче. Простите, пожалуйста, но мериться длиной палок, которыми можно кого-то ударить, или величиной, весом палок – это задача первобытных людей. По-моему, мы из такого возраста давно с вами вышли. Вот, сказав все это, давайте поставим вопрос. И вопрос этот звучит следующим образом. В Священном Писании неоднократно говорится, неоднократно, несколько раз говорится о языках. В частности, в Первом Послании Коринфянам с 12 по 14 главы говорение на языках гласолалия упоминается как один из даров. А вот есть некое противоречие, есть разные мнения по поводу следующего вопроса. Говорение на языках действительно имеет место или имеет право на существование в современной церкви или нет? Я не спрашиваю, присутствует оно в современной церкви или нет, потому что понятно, что оно присутствует. Но имеет ли оно право на существование? Действительно, это дар, который дан для сегодняшнего дня. Библейские языки, они на сегодня? Для сегодняшнего дня или нет? Есть смежные вопросы, типа, что это за языки, допустим, ангельские или невыученные иностранные языки. Но к этим вопросам мы подойдем в ходе обсуждения. И я попросил 2 июль нас в этом обсуждении повести. Вот давайте, пожалуйста, с этого и начнем. Нам было предложено на Санкт-Петербурге 1-го колеса, на 12 по 14 главу. Давайте сейчас откроем 12 главу. Почитаем. В первом стихе. Не хочу оставить вас братья в неведении и о дарах духовных. Из 7-го стиха здесь Павел перечисляет духовный дар. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцеления, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. И 28 стих. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иных дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть сейчас, ну, я слышала такое мнение, да, как бы говорилось о том, что в современной церкви действительно иные языки, они не могут употребляться. То, что дары делятся на два вида, не помню, как называется, ну, первые, в общем, то, что, которые постоянные, действующие, а вторые дары временные. И иные языки относят к временным дарам, которые, как бы, были в те времена только у апостолов для того, чтобы их силу, как бы, подтвердить, да, то есть чтобы, ну, подтвердить вообще то, что Бог живой, там, и так далее, их чудеса, вот. Но из этой главы, например, в этой главе я не вижу никаких делений. Я вижу, что здесь говорится в общем о том, какие есть духовные дары. И здесь не говорится, не выделяется никак дар разных языков, и никак не отделяется, говоря о том, что он временный. Здесь написано, что все мы члены тела Христова, и у каждой свой дар. Не все апостолы, не все пророки, не все учителя и все чудотворцы, не все, там, имеют дар разных языков и так далее. Но у каждого свой дар от Духа Святого. И я не вижу здесь никаких делений. Вот. И также давайте, наверное, 14 главу почитаем. С первого стиха. Достигайте любви, ревнуйте о дырах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духам. А кто пророчествует, тот говорит людям, в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознавать, то что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению. Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. 12-12. Так и вы, ревнуя о дырах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящий на незнакомом языке молись о даре истолковании. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдин, простолюдин, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. С 22. И так языки суют знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчества же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить на незнакомом языке, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют и войдет к вам неверующим или незнающим, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайне сердца его обнаруживаются, и он пойдет вниз, поклонится Богу и скажет истинно с вами Бог. И так, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие добудет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И 39-й. И так, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно. Я хочу сказать о том, что мы должны еще помнить, что на тот момент в Каринфинской церкви был беспорядок, да, там было очень много, но они видели непорядочную жизнь, и также они злоупотребляли даром языков. И не могу точно сейчас вспомнить, кто это писал, но, в общем, когда, ну, там перевод, в общем, греческого языка был, греческого там. И, в общем, там было описано о том, что, то есть, на тот момент церковь Каринфинская, она очень сильно злоупотребляла языками, и они почти все служение, там все молились на языках, все хотели показать, какой он крутой, там какие у него языки, и у них не было нормального служения, не было слова, которое бы назидало, не было песнопений, и он об этом здесь пишет тоже, вот, то, что должно быть слово к назиданию, вот, и он, Павел, говорит о том, что на самом деле языки, они не назидают, и если ты хочешь в церкви, то есть, все, что происходит в церкви, на воскресном служении, оно должно назидать других людей. И если ты молишься на незнакомом языке, то должен быть истолкователь, если нет, он четко говорит, молись дома, ну, в тайной комнате. Павел здесь много раз упоминает о том, что, да, если говорю на незнакомом языке, то должен быть истолкователь, да, и он пишет, И когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но моя остается бесплодать. Что же делать? Он пишет, стану молиться духом, стану молиться ему, буду петь духом, буду петь ему. То есть здесь я не вижу нигде места, чтобы апостол Павел запрещал молиться языками. И даже в конце этой главы он пишет о том, что не запрещайте говорить языками. Ревнуйте о дырах духовных. Понятно, что он много пишет о пророчестве и говорит о том, что пророчество это больше дар. Он говорит, что он молится на языках, но больше ревнуйте о пророчестве, потому что это действительно несет плод в твою жизнь, в жизнь других людей. Это созидает других людей. А дар незнакомых языков он называет самым маленьким, потому что он приносит плод только тебе. Только твой дух молится Богу, ты говоришь тайны духом, разговариваешь с Богом. То есть ты сам духовно, как твой дух растет, питается, но ты никак не назидаешь других людей. Поэтому я, например, считаю, что, прочитав эти главы, что дар иных языков, он сейчас вполне актуален, но уместен в современной церкви. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а когда языки умолкнут? Совершенство придет. Когда совершенство придет. На основе чего я задал этот вопрос? На основе какого места из священного писания я задаю этот вопрос сейчас? Первая коринфина. Тринадцатая глава. Тринадцатая глава. Хорошо. Празднятся знания. Да, совершенно верно. И языки умолкнут? И знания упразднятся. А любовь, и знания, и пророчества умолкнут, прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Да. Тут можно еще тринадцатый главу начать, начало. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящие реки, мол, звучащие. А к чему эта цитата из тринадцатой главы? То есть что она доказывает? Ну, о языках. О языках. То есть, здесь Павел говорит, если я не имею любви, то честно, что я обладаю этим даром. А по-моему, предыдущий оратор с этим и не спорил. Да. Ну, я, мне думаю, здесь с писанием можно еще выделить текст этот. Еще опираться на него, именно на этот текст. Если вообще опираться на тринадцатую главу, то есть она говорит вообще о любви. Если мы, люди, не имеем любви, то... Это любой дар на кассе. А по одному? Да, то вообще не то, что языки, то и пророчества, и мудрость. Да, тут дальше продолжается все. Все это перестает приносить какую-либо пользу. Мне кажется, что в Каринфе, собственно говоря, эта проблема и была. У них не было любви. Господь любовью мир победил. Да. А теперь давайте послушаем тех людей, причем, опять-таки, по одному и спокойно, которые не согласны с тем, о чем сейчас говорилось, и которые могут это несогласие выразить. А сказано было следующее, что языки являются нормативным проявлением христианской жизни, это нормативный дар Божий. Обратите внимание, выступающие сегодня не говорили о том, что каждый христианин должен говорить на языках. Нет, они говорили о том, что некоторые говорят. Более того, выступающие даже озвучили определенные правила использования языков в церкви, данные Павлом. В частности, языки могут использоваться только в том случае, если есть толкователь. Всех ли устраивает такой взгляд на вопрос? Если не устраивает, то давайте попробуем аргументировать с точки зрения священного писания. Если устраивает, то мы просто должны принять, что да, в церкви допустимые, не просто допустимые, а существуют языки как дар, и более того, мы не имеем права запрещать говорить на языках. Человек может только запрещать, а в одном случае, когда кто-то пытается говорить в церкви, и при этом нет толкователя. Вот к чему мы с вами сейчас приходим. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Можно мне немножко? Да, конечно, Владимир Николаевич. Только спокойно, хорошо? Ты можешь на такой вопрос ответить? День Пятидесятницы апостолы разговаривали на тех же языках, или здесь апостол Павел в 14 главе говорит еще какие-то языки? Природа языков в День Пятидесятницы и в 14 главе первого послания Коринфянам. На первой коринфянам, 13 главе написано человеческий язык и английский язык. Нет, я говорю о День Пятидесятницы. Я думаю, мы говорили, наверное, на... На разных языках кто-то говорит... Именно на других языках. Ну, в смысле, на... Тогда какая разница в языках День Пятидесятницы и то, что сейчас говорит апостол Павел? Потому что он говорит, что есть... Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. То есть День Пятидесятницы вы не относитесь к разговору на незнакомых языках, да? Не знаю. Я не могу... Ну, здесь, наверное, четко написано армский язык, да? Подожди, подожди. Так, пожалуйста, по одному. Пока Валерий Николаевич... Да, у меня такой вопрос. Вот 14-я глава апостола Павел, если связать его речь, он говорит, я более 20-х владею языками, но мне в этом нет никакой пользы. Он говорит, что этот язык не назидает. Я понимаю. Я не вижу, чтобы он говорил, что ему лично... Ты, наверное, не услышала вопрос. Он говорит, мне в этом нет никакой пользы. Вот в этом языке. Вот ты говоришь, у тебя есть... Нет. Это вот... Я не правил. Я говорю, если связать контекст, понимаешь? Если связать контекст, то, чтобы мы... Я вижу, что конкретно. По одному. Мы объяснили то, что когда Павел пришел в Каринфинскую церковь, да? Мы сказали то, что в этой церкви было, как бы, раздром. То есть они начинали говорить все вместе. И он пришел, чтобы сказать им то, что вы делаете неправильно, то, что, ну, зачем... Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Да, не изъясняйся. Да. Вам, а не себе. То есть он, я еще раз повторю... Сейчас я про него говорю, где он говорит, я более всех говорю. Вот, благодарю Бога моего, я более всех говорю языками. 18-19. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умам моим, чтобы и другим, других наставить. Ну, то есть, смыслы. Нежели динуслов на незнакомом языке. Он не говорит, что ему нет никакой пользы. Он говорит, что это назидает только тебя, и нужно молиться в тайной комнате, если нет назидателя, которому... Ну, если не достойно молитву, то молчи в церкви, а говори себе и куду Богу. То есть в тайной комнате. Ну, это не хорошо, просто говори себе и куду, не важно где, я не знаю где. Он не уточняет, где это делать. Он говорит, говори себе и куду. Ну, может, даже и в церкви только говори, ну, куду и... Тогда вопрос такой, если ты будешь говорить куду нормальным языком, он тебя не слышит? Или не насидает? Или как, я не понимаю? Никто не... Вот для чего... Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а куду, потому что никто не понимает его, он тайно говорит куду. Я понимаю, если ты приходишь и молишься куду, просто умом. Ну, может, про себя молиться, может, вы поговорите... Я могу в данный момент сказать только, что для меня значит... Стоп, 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 подождите. Валерий Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот этот вопрос, который вы сейчас поставили, если ты молишься умом, бог назидает или не назидает, этот вопрос из библейского текста? Нет, нет. Или это вопрос потому, что мы хотим исключить возможности языков и сказать, что я молюсь, и мне это недостаток? Нет, вопрос стоит, как Юля поставила, я ее мнение уважаю, я просто хочу разобраться. Я только. Вот. Она говорит, я захожу в тайную комнату и начинаю молиться Богу на незнакомом языке. Я молюсь, я как бы духом, да? Правильно? И мой дух назидается в это время. Понятно. Я ничего не путаю? Нет. Вот. Если я захожу в тайную комнату и начинаю молиться Богу, мне все равно как. Я просто буду молчать, ну, в моем это время работаю и договорю ему. Или я просто, как бы, например, молился всегда мой отец, как бы, ну, молился громко. И я его молитву помню, наставляю себя, и Господь, естественно, ему отвечал. Понимаете? Неужели Господь в это время, как бы, не отвечает на его просьбу, на его дух и не возвышает его, и не дает, как бы, пище его духу? А как это помогает решить вопрос о языках? Как это помогает решить вопрос о языках? А весь вопрос в том, что, ну, как вам сказать? Вот я первую встречаю Юлю, которая, как бы, говорит о том, что на языках не обязательно всем разговаривать, это первое. Второе. То есть вы не встречали людей, которые... Очень редко, и то они говорили, ну, как бы... Желательно всем. Желательно всем, да. А чаще всего встречал, особенно пятидесятская церковь, это без языка, а нет пропуска в рай, без языка вы погибший, ну, и далее, и далее, и далее, и далее, и далее. Понимаете? Ну, с такой точки зрения спорить очень легко, потому что они поддерживают... А с ними бесполезно спорить, какую бы точку зрения там не говорили. Это очень у них... У нас, к сожалению... Можно, пожалуйста, ответить на этот вопрос? Да, пожалуйста. Может, ну, которым еще задавите, ну, зачем иные языки, зачем молиться на незнакомый язык, если можно молиться на человечество? Да. Мы уже говорили о том, что разные языки — это дар Духа Святого, и Он сам, ну, как бы, выбирает, кому дать какой дар. И дальше вот в двенадцатом главе, в одиннадцатом стихе написано «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть Дух Святой, Он сам решает, кому дать какой дар. И он... и вот я сейчас книжку читала, вот, у Ирины, она сейчас, вот, это наша, вот здесь, и там написано, что слово «производит», «все же сие производит один и тот же Дух». То есть слово «производит» — это значит, Бог сам в нас начинает производить какие-то, например, пророчества, да, например, у кого-то есть дар пророчества. Он сам посылает какие-то видения, да, что-то начинает говорить. Также иные дар незнакомых языков — это когда через тебя начинает молиться твой Дух. Хорошо. То есть у меня были такие ситуации, когда я просто сидела и у меня начинал... Стоп, 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 у меня были ситуации, это мы уже уходим, я хочу задержать этот вопрос, да. Я думаю, чтобы рассуждать над данным вопросом, надо сначала понять, что такое обозначается, значит, что значит слово «иные языки», что значит слово «человеческие языки», что значит слово «ангельский» или «знакомые» языки. Ну да, надо понять значение данных слов. Кстати, ангельские языки, выражение «ангельские языки» как часто употребляется в первом послании к христианам тринадцатая глава? Какой? Тринадцатая. 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 Хорошо. И четырнадцатую захватили. Как часто употребляется в этом тексте фраза «ангельские языки»? В тринадцатой главе. Вообще. Тринадцатая. 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 Не будет бесполезно, если у него нет любви? Человеческими. Человеческими. Он говорит, а он английскими-понятно. Дальше «Имеют дар пророчество» Павел, как он думает. «И знают все тайны». Знают-ли Павел все тайны? Все тайны? Нет, потому что в тринадцатой главе он скажет, что мы знаем от счастья. «И имеют всякое познание и всю веру». Всякое познание вряд ли. Так что могу и горы переставлять. Наверное, он мог, но как-то мы об этом не помним. Из Писания. И последний стих, третий здесь. Что он предлагает сделать? Раздам все имение. Это делалось, возможно. А дальше? Отдам тело мое на свяжение. То есть умру. Да, умру, отдам тело на свяжение. Жертву любви не имею. На этом основании некоторые обращают внимание, что говорят, смотрите, Павел называет возможные вещи и невозможные вещи. Вот тело на свяжении он не отдал. Какие-то еще вещи он не сделал. И на этом основании, поскольку языки ангельские упоминаются только один раз, вот почему был важен вопрос о природе языков. Многие люди говорят, что это образное выражение, прямое образное толкование. Что это не ангельские языки, а что это иностранные языки, которых Павел не учил. Тем более, что в то время педагогики и преподавания иностранных языков в том виде, в котором мы знаем его сейчас, ее сейчас просто не бывало. Вот такое возражение существует. Значит, с ним тоже нужно что-то делать. Когда люди пытаются отбиться от языков, говорят так. Второе возражение заключается в следующем. Вот ведь есть и другие места в Писании, где перечисляются дары. Послание к римлянам, например. Посланник Ефесиным, 4 глава. И вопрос, почему в этих местах не говорится о даре языков? Почему только в одном месте Священного Писания говорится о таком важном и существующем до сегодняшнего дня, как некоторые считают, даре, как дар языков? И сторонники этой теории, сторонники взгляда на языки, должны, в общем-то, дать ответ. И они дают ответ. На эти вопросы ответы есть. И еще один момент, который здесь часто называют. Ведь Коринфская церковь, это, пожалуй, одна из самых слабых церквей. Послание к галатам, говорится, пишет он к слабым церквям. Но коринфяне, вообще говоря, были слабее. И вот только в этой самой слабой церкви проявляется дар языков. А, по крайней мере, письма к другим церквям, об этом ничего не говорится. Противники языков спрашивают, почему? И отвечают они, кстати, здесь тоже есть плюсы и минусы в этом высказывании, отвечают они в том, что совершенное уже пришло. А совершенное, о котором говорится в 8 и 9 стихе 13 главы. И говорят, что совершенное – это слово Божие. Канон священного писания уже завершен. Посему то, что нужно было изначально для того, чтобы подтвердить власть апостолов, власть пророков, оно уже не настолько необходимо. Но вот какая штука. Называть совершенным в данном контексте священное писание – это, в общем, извините, притянуто за уши. А и многие богословы, причем богословы, которые, ну, весьма консервативные богословы, говорят о том, что на твердобиблейских, на четкобиблейских основаниях они должны бы думать, что да, языки действительно существуют, и они имеют право на существование, в частности, в церкви, с определенными ограничениями, конечно, пророчество имеет больший вес, пророчество имеет приоритет, где говорение на языках есть, там должно быть истолкование, иначе молчи, как Павел об этом говорит. Но как только богослов приходит к этой мысли, он спрашивает себя, он говорит, а почему же я так воюю против языков? И ответ на это очень простой. Часто то, как используются языки в церкви, скорее похоже не на предписание апостола Павла, а на ошибку коринфской церкви. То есть вы входите в церковь, выходите в общение, слышите беспорядочное совершенно говорение на языках, действительно неверующих заходит, он ничего понять не может, он уходит. Это скорее не идеальная церковь, это коринф по полной программе. И вот видя такое состояние дел, богословы говорят, слушайте, а может быть все-таки дар этот прекратился? Некоторые пытаются удержаться на среднем варианте, таком cautiously optimistic, вот как бы, скажем так, человек говорит, что да, я могу утверждать, что дары языков существуют, они существуют и сегодня, но в большинстве современных церквей, с которыми я знаком, говорит человек, этими дарами пользуются неправильно, и эти дары становятся камнем преткновения. Ну, это такая немножко, извините, шизофреническая позиция, хотя я не говорю это в плане осуждения, я говорю это в плане того, что получается такое раздвоение. С одной стороны, я признаю, что библейских аргументов у меня не хватает, недостаточно. С другой стороны, видя безобразие, включая, допустим, даже некоторые телевизионные каналы христианские, и слыша, что там происходит, я задаюсь вопросом, что эти люди делают, они беснуются или они богословят? Вот по этим всем причинам вопрос до сих пор оказывается неразрешенным. Ну и еще одна причина, языки сегодня существуют не обособленно, они существуют вместе с так называемым Евангелием процветания и благополучия и попадают под одну и ту же раздачу. Иными словами, мы отвергаем Евангелие процветания и благополучия, и на это как раз есть серьезные библейские причины, тут вопрос достаточно легкий, но поскольку языки туда же, знаете, вот под ту же самую раздачу попадают и языки. Ах, ты говоришь на языках, значит, ты, наверное, принимаешь Евангелие процветания и благополучия. Но об этом, я думаю, вы говорили уже на других курсах. У вас Дима Розетт должен был читать курс по апологетике. У него как раз тема Евангелия процветания и благополучия – это большой вопрос. Но только не стоит, наверное, в этот вопрос включать языки, потому что тут есть некая разница. Тут нужно быть осторожным. Знаете, получилось немножко вяло, но после того, как я просил об осторожности, ну, по крайней мере, никто друг друга не съел. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Вот. А вообще говоря, эти вопросы есть смысл обсуждать за чашкой чая после молитвы, после серьезной молитвы, молясь вместе. А потом ты еще начинаешь молиться и видишь, что человек, который с тобой молится рядом, на языках говорит. И главное – не остановить потом молитву и не сказать, а ну-ка ты, это самое, тут истолкователей нет. Вот. А другой говорит на языках и слышит, что второй участник молитвы не участвует в этом говорении. И он не должен сказать, слушай, не духовно, я с тобой молиться не собираюсь. Вот. Но главное, чтобы при этом любовь сохранять. Давайте завершать. Давайте. Давайте завершать молитвой. Мы познакомились с процессом герминевтики. Я очень советую вам книжку Генри Верклера «Герминевтика». Это совершенно замечательное пособие. Мы кое-что оттуда брали, но я понимаю, что вы и сами можете прочитать, поэтому мы делали много практических упражнений. Вот. И относитесь, пожалуйста, серьезно к Слову Божьему. В нем действительно существует значение, которое вы можете найти, но когда вы будете находить это значение, Господь будет действовать в вас и изменять вас. Давайте завершим молитвой. Дорогой наш Господь, мы благодарим тебя за то, что ты даешь нам Слово Твое, за то, что ты даешь нам Святого Духа и даешь нам разум, чтобы нам понимать Твое Слово, за то, что ты даешь нам жизнь, чтобы применять Твое Слово, за то, что ты даешь нам мир, чтобы в этот мир нести Твое Слово, за то, что ты даешь нам братьев и сестер, чтобы учить и учиться твоему слову. За то, что ты, Господь, даешь нам эту жизнь, чтобы слово твое шло в мир, чтобы люди каялись, чтобы приходили ко спасению. Господи, помоги нам не останавливаться просто на академическом изучении слова, потому что люди умирают в грехе, потому что людям нужен спаситель. Помоги нам правильно толковать, правильно интерпретировать слово твое, доносить его до людей. Пусть, Господи, наша жизнь будет согласна твоему слову, твоей воле. Да будет слава тебе наш Бог во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...